Всем привет, с вами Прия. Сегодня небольшой разговорный видосик. Я думаю верхнюю эту можно убрать. Небольшой разговорный видосик по теме Mythic+. Вы все прекрасно знаете то, что с момента выхода Легиона, то есть 21 сентября, когда вышли Mythic+, инсты, сам Легион вышел 30 августа, мы быстренько прокачались, развили себя в плане эквипа и артефакта чуть-чуть. 21 сентября людям дали новый контент в виде рейдов и инстов формата Mythic+. Мы сразу же пошли осваивать их и осваивали гильдейским пати. У нас это все прекрасно получалось, все классно, сетапы менялись, настроение у людей менялось и увлечение у людей, скажем так, и интересы в игре тоже менялись. Кто-то пошел в более какие-то лучшие сетапы, кто-то остался на своем уровне, скажем так, каждый решил для себя что-то свое. Сейчас же впервые, сегодня за 6 месяцев, или сколько, уже же больше прошло получается, да, с момента открытия Myth+. Короче, с самого момента открытия Myth+, сегодня я впервые пошел в качестве случайного человека в Mythic+. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Хотелось бы этим видео донести до вас такую информацию, то, что людей, которые мешают прогрессу в Mythic+, своими смертями, своими какими-либо тупостями, какими-либо лагами, ну лагами это ладно еще, это бывает, это не от нас зависит, хотя интернет стабильный сейчас можно и нужно себе провести. Хотелось бы просто как-то обезопасить вас от таких людей, которые творят, да, хорошая у меня дикция, хотелось бы вас обезопасить от людей, которые творят всякую фигню в инстах формата Mythic+. О, какую умную фразу-то я могу говорить даже ртом своим, и не только ругаться матом, что самое главное. Так вот, мною было принято решение создать в ВК-группе обсуждение еще около месяца назад, в которое вы могли закидывать свои заявочки на инсты формата Mythic+. Не с целью ходить с нами, нет, у нас своя группа, я доволен ей, и людей у нас предостаточно. Хотя я сегодня пошел рандомом, но это уже такое себе, офф-топ небольшой. То обсуждение, в котором бы вы сами могли собирать себе группу. То есть танк, хил, два дамагера, это не так много, это не целый рейд из хотя бы там минимум 10 человек. Почему бы и нет? Берете танка, берете хила, берете, допустим, еще одного дамагера, если вы сам дамагер. То есть это в сумме 4 постоянных человека. Нужно найти вам всего лишь 3. Вот. То есть соответствующих ролей, которых не хватает. Являясь танком, вы добираете хила и двух дамагеров. Тех, которых хотите вы видеть у себя в группе. Мага, там, паладина, кого хотите, это дело реально ваше. А 5 человека вы будете брать тем, у кого будет ключик какой-либо там, на катакомбы, на утробу душ, допустим. Чисто утробу душ, если вам еще нужно до сих пор силу артефактора зафармить на своего персонажа. Все-таки утроба душ это самый быстрый инк, никто этого не отменял. И кто-то еще реально до сих пор фармит реликвии какие-либо, да, чаек. Либо какой-либо другой шмот, ангербоды. Кто-то фармит на сих пор силу артефакта, то есть люди, которые недавно вернулись. И в это же обсуждение, в котором вы для себя ищите группы Миф Плюс, ссылочку на это обсуждение я оставлю в описании. В это обсуждение вы сможете писать ники и сервера тех людей и причины, по которым они были негативны вам при прохождении инсток формата Мифик Плюс. Например, сегодня я, еще раз напомню, я сходил случайным человеком, будучи рандомом, высокоуровневые ключи. Это было 13-е око и 15-й квартал. Что я из этого получил? Я получил 13-е око на 2 сундука и сломанный 15-й квартал. Вы только вдумайтесь, квартал весьма быстрое подземелье, которое вполне 15-е можно пройти, ну так, на 2 сундука. То есть, ну в текущих реалиях. Мы просто сломали ключ. Сказать, что я горел и матерился, это ничего не сказать. Люди были очень хорошие. Хилл так вообще золотца просто. На самом последнем трешевом мобе, который во дворце, он просто умер от конусной атаки в момент того, когда писал что-то в чат-группу. То есть, золотца, золотца, а не хилл. Серьезно. Мною было принято решение сделать некий черный список, чтобы таких людей попадалось меньше для вас, что ли, и чтобы вы знали, ники этих людей там преследовали или наоборот не преследовали их. Дело ваше абсолютно. Не стоит их набить. Может, эти люди играют, конечно, недавно. Я все прекрасно это понимаю. Но тот человек, который играет недавно, не должен лезть в высоковыруневые ключи и портить конечную добычу для тех игроков, которые реально хотят получить максимум добычи. Допустим, я реально хотел пройти 15-й квартал на 2 сундучка, и на группу упало бы 4 шмотки, я хотел бы полутать хотя бы одну. Почему бы и нет? Я достоин этого, будучи танком, друидом, высококлассовым, высоковым уровнем. Так вот, ссылочка будет в описании, ссылочка на обсуждение, в которое вы можете продолжать закидывать свои заявки на MIFIC+, подбирать людей из тех, которые уже оставили заявки на MIFIC+. Ну, там, пример заявки, все есть это дело. И также вы можете оставлять ники сервера тех людей, которые вам были негативны при прохождении MIFIC+. Про людей сказал, про сбор людей сказал, про все эти дела сказал, ну и небольшая такая история, ну, скажем так, урок небольшой. В общем, смотрите, если у вас есть реальное желание проходить MIFIC+, вам надо тактиком на это стать. Логично? Логично. Где можно глянуть тактику? Тактику можно глянуть, ну, кое-как на YouTube-канале. То есть, можно глянуть различные прохождения тех ключей, которые вам интересны, при определенных модификаторах. Да, некоторые модификаторы на английском, написанные я как-то, стараюсь подстраиваться под это дело, для, там, англоязычной аудитории. Все равно вы не смотрите этими в плюсы записи. А обидно очень на самом деле. Вот. Стараешься, стараешься, рекорды делаешь мировые. Вы не смотрите. Плакать хочется. Так вот. То есть, можете посмотреть, как вариант, что-то, может, извлечете из этого. Иногда я свечу ротацию какого-либо класса, допустим. То есть, вот, к примеру, этот паладин у меня в составе группы. Нет. Вот этот друид, пускай будет у меня в составе группы. И тогда, когда он что-нибудь нажмет из своей ротации, тут поползет его иконка. То есть, таким образом, можно посмотреть ротацию того класса, в котором находится у меня в подземелье. А, во. Во-во-во-во. Вот, видите, поползла ротация вот эта. Кого он бьет? Ну он не... Ну, чё ты творишь? Ну, ё-моё. Ох, Хантер, кровь и жарь. Ну, понятно с ним, короче, всё. То есть, видосики по миф-плюсам реально полезны. На самом деле, там, при определённых модификаторах, при прочих различных моментах стоит их посмотреть. Наслаждайтесь видосами, наслаждайтесь контентом. Если у вас есть какие-то идеи, если у вас есть какие-то ненавистники в миф-плюсах, кроме меня, я больше чем уверен, что почти каждый второй комментарий будет из такого, ну, типа, порофлить, скажем так, посмеяться, и все будут писать при огордуне, потому что часовой не берёт наши ключи с целью буста. Ну, это не смешно, на самом деле. Эти комментарии будут удаляться, чиститься. Ну, заблокированы вы, конечно, не будете, но модераторы мои посмеются уж точно. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, надеюсь, мысль, вы моё поняли. Хочу сделать этот мир чуточку чище, что ли, хотя бы в игре, чтобы вам было приятнее осваивать высоковруневые ключи. легендарочек вам побольше, голды немерено, чтобы было, как у меня, хотя моя голда немного уменьшается. Ну, сегодня я платил себе 6 месяцев игры весьма тонким способом, каким говорить не буду. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok